По стопам иркутской трагедии в стране усиливают контроль за непищевой и алкогольной продукцией. Напомним, от употребления концентрата для ванн «Боярышник» погибло 75 человек. Федеральные законодатели на чрезвычайное происшествие отреагировали инициативами. Предложили ужесточить правила оборота всей спиртосодержащей продукции – пищевой, парфюмерно-косметической, бытовой. С долей этилового спирта свыше 25%. Вопросы, связанные с повышением акцизов и другие меры, которые правительствам предложены, считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению. Надо было раньше это сделать. И вот этот ссылки так называемого, в данном случае, так называемого мелкого бизнеса на то, что парфюмерные изделия подорожают, там всякие моющие средства подорожают, мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого не делать. Согласно законопроекту Минфина, медицинский спирт и такие лекарства на его основе, как настойка «Боярышника» приравняют к алкоголю. Производителям придется получать лицензию «Росалкогольрегулирование» и платить акцизные сборы, а процесс отгрузки и закупки настоек будет отражаться в ЕГАИС. Ивановские чиновники административного департамента такую меру считают своевременной. Порядок здесь тоже необходимо наводить. Как, каким образом, какие органы будут заниматься контролем, кто будет отслеживать эти все вещи, мы пока не знаем. Но если это будет поручено делать полномочным органам субъектов, будет возложено на которые осуществляют лицензионные контроли, значит будем заниматься этой проблематикой. И хоть жители Иркутска отравились средством для ванн, которое только называется «Боярышник», запретительные меры коснулись самого лекарственного средства. Ивановские власти выдали распоряжение приостановить реализацию спиртсодержащей настойки. В муниципальной аптеке номер один маленькие стеклянные пузырьки теперь не продают. Хотя, заявляют фармацевты, среди их клиентов-алкоголиков никогда и не было. Кардиотоническое средство коричневого цвета, настойку «Боярышника» больше, чем несколько капель и не выпьешь при всем желании. Все лекарства, которые поступают в нашу аптечную сеть, проходят контроль качества. Они снабжены определенным пакетом документов. Настойку «Боярышника» приобретают в основном пожилое население в количестве один флакон. Больше смысла нет его покупать, потому что это лекарство. И нужно понимать, что при передозировке могут возникнуть негативные последствия. В региональном департаменте здравоохранения уверены, любое ужесточение мер для продажи спиртсодержащей продукции, аптечной или парфюмерной – дело нужное. Но проблему не решит и от будущих отравлений не убережет. В данной ситуации это просто использование возможностей продажи спиртовых экстрактов, спиртовых растворов через аптечную сеть, поскольку это всегда относилось к товарам медицинского назначения. Я думаю, здесь на федеральном уровне надо принимать такое решение и либо отпускать спиртсодержащие растворы в аптеках только по рецептам врачей, либо вообще запрещать их продажу. Но проблема-то в другом. Надо менять менталитет в обществе. Нельзя пить все то, что горит. Надо бороться с алкоголизмом, начиная со школьных скамьей. Пока пенсионерам в аптеках не продают незаслуженно обиженный боярышник, чья репутация теперь безвозвратно запятнана, в торговых точках города продолжают торговать продукцией на спирту больших объемов. Завидев нашу съемочную группу, одни такие предприниматели оперативно торговлю свернули. Видимо, чтобы лишний раз не оправдываться. Мария Смирнова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.